Матфея 4 Противостоял дьяволу, получал общение с ангелами, укрепился и вышел на служение. И вот когда он вышел, он пошел в тех местах, где надо было говорить ему слово, как прописано было уже в Ветхом Завете. И вот я прочитаю стих 23-24. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в седагогах, проповедуя Евангелие, Царствие, исцеляя всякую болезнь, всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии. И приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных. И он исцелял их. Интересно вам, Иисус пришел и начинает свое служение вот с многими-многими чудесами. Но он и проповедует Царство Божие. До этого, в некоторых стихах раньше было написано, с того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Что проповедовал Иисус? Покайтесь. Покайтесь, приблизилось Царство Божие. То есть, вот-вот Иисус, так сказать, возьмет на себя грех мира, когда Он умрет на кресте, и тогда Царство Божие будет здесь, все могут становиться Его детьми, могут приобретать, так сказать, общение с Богом, которое было нарушено за счет греха. Но когда Иисус возьмет на себя грех всего мира, грех с каждого человека, человек получает доступ, доступ для общения с Богом. Царство Божие приблизилось. И чтобы подтвердить это все, Он делает много-много исцелений. Написано в немецком переводе, все исцелились, которые пришли к Нему. Интересно, в чем же разница? Ведь Иоанн Креститель, мы читали в третьей главе, что он тоже проповедовал, так сказать, покайтесь. Я прочитаю из третьей главы, в Атфея, 2 и 8 стих. И говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Сотворите, что достойный плод покаяния. Я крещу вас в воде, в покаянии, но идущий за мной сильнее меня. Я не достоин понести обувь Его. Он будет крестить вас Духом Святым и Огнем. Первая часть проповеди та же самая, что у Иисуса. Покайтесь. Но когда Он говорил еще к фарисеям, Он говорит, вы порождены ехиднины, потому что в них был вот такой смертоносный яд. Они могли, так сказать, после общения с ними, могли люди погибнуть, потому что, видя их жизнь, видя их неправильные поступки, они погибали. Да. И тогда Он говорит им, сотворите достойный плод покаяния. Не просто покайтесь, но сотворите достойный плод. Просите у Бога прощения. Возмещайте тем, у кого что-то украли, забрали. Исправляйте, что вы можете, что в ваших силах это будут плоды вашего покаяния. Но тот, который после меня пройдет, Он будет вас крестить огнем. У меня покаяние водою. Вы получите прощение ваших греков, но там вы получите что-то большее, что сделает Иисус. Он будет вас крестить огнем. И вот Иисус пришел. И в четвертой главе начало Его движения, Его работы, Его служения, то же самое. Покайтесь. Покайтесь. Наверное, то же самое, принесите достойные плоды покаяния. Потому что здесь, на этом этапе, было важно покаяться. Важно было прийти к Господу таким, как ты есть. Как Петр в свое время, когда он увидел, что сотворил такое чудо, сотворил Господь. И он тогда, они огромный-огромный улов получили в то время, когда рыбы не было в море. И он знал, что в это время не будет улова. И когда он увидел, что Бог творит такие чудеса через Иисуса, он сказал, отойди от меня, ибо я грешный человек. То есть, когда мы приближаемся к Иисусу, и когда Он сказал, это Петр, эти слова, что отойди от меня, так сказать, я грешный человек. Да, я могу это прямо прочитать от Луки 5, глава 8 стих, дословно. Увидев этот, Симон припал к коленям Иисуса и сказал, выйди от меня, под Господи, потому что я грешный человек, ибо ужас объял всех их. То есть, тех, которые были с ним, а их объял ужас, они увидели, что с ними Бог. Вот это было покаяние. Отойди от меня. Но Иисус не хотел отойти. Он хотел только, чтобы человек покаялся. И это было глубокое покаяние, когда ты видишь себя грешным, что думаешь, я не могу быть с Иисусом. Только следующий шаг, надо сказать, прости меня, Господи. Потому что Христос на кресте, когда умер, Он совершил свое спасение. Всем тем, которые приходят к Нему, признают Его спасителем, Он прощает эти грехи. Когда они просят прощения, происходит великое чудо. Но теперь еще Он пришел с тем, чтобы проповедовать, покайтесь. А потом, когда Он совершит свое дело, дело прощения, прощения людей, приходящих к Нему в грехах, когда Он совершит на кресте все то, что о нем сказано в пророках, и тогда, как спаситель мира, Он будет дальше людей вести. Он дополнит их Духом Святым, что и является этим крещением Духом Святым, который поведет их по жизни. О, Господи, спасибо Тебе за вот это слово, что Ты так шаг за шагом ведешь нас через покаяние, ведешь нас дальше, наполняешь нас своим Духом, и мы можем служить Тебе на этой планете так, что Ты был, что Ты нами становишься доводен. Спасибо, Господи. Аминь. Субтитры сделал Dухом Святым. Продолжение следует...